подпишись ребят возможно кто-то из вас не знал но я админ на аризоне я не знаю зачем я это сказал но сегодня мы будем заниматься исключительно админскими делами я уже несколько раз проверял жалобы на аризоне сегодня я это продолжу потому что вы это поддерживаете поэтому просто без лишних слов спасибо за лайк и за подписку bighost.org это сервис с помощью которого каждый из вас может создать свой сервер в сам пик рмп или мта очень быстро и по низкой цене ссылка на этот хостинг есть в описании приятного просмотра я не так давно спрашивал на своем канале стоит ли продолжать чекать жалобы на разводил на что вы очень неплохо отреагировали и я решил конечно же сделать вторую часть но когда я пошел на форум для того чтобы посмотреть какие там есть жалобы я был немного удивлен тем что разводил на сервере стало гораздо меньше и конечно же это не может не радовать просто посмотрите всего лишь три темы закреплены то есть без ответа от администрации и например последние жалобы которые были написаны на них отвечали еще в среду на секундочку сейчас пятница и если мы посмотрим на уже закрытые темы то увидим что в большинстве из них игроки не наказываются потому что например как здесь скриншоты не принимаются либо просто в жалобе недостаточно доказательств ну и вообще если так побегать например по автобазару то уже гораздо меньше видно разводил которые предлагают купить машину за евро через трейд все меньше и меньше люди просят администрацию помочь в сделках и отсюда следует логичный вывод что уже как бы игроки научились на ошибках других и соответственно все меньше и меньше людей рискуют проводя сделки например с евро ну и в конце концов игроки становятся более бдительными давайте посмотрим на первую непринятую жалобу здесь у нас игрок жалуется на рей садлер я выставил дом на аукцион он приезжает говорит что продай за 4 миллиарда мы знаем этот баг но я знал что это развод окей давайте посмотрим опру так парень спрашивает за сколько хотел купить у этого рея видно что проходит аукцион с ценой два с половиной миллиона хоть фу моей братве и этот рей пишет продаж за 4 миллиарда двести девяносто пять миллионов что мне интересно он рассчитывает просто 4 лярда ты такой богатый парень сидит в очень дешевом уранусе сидит как бы в скине без одежды что собственно говорит о том что у него денег не очень много и предлагает купить за 4 миллиарда это конечно жесть это развод по факту реально все в принципе время есть в табе он тоже пробил этого чувака рея все мы его видим но я надеюсь как бы он не продал блин дом за 4 миллиарда правильно я их надеюсь этот игрок не совсем типа парень пишет я не могу так как дом на аукционе это значит что он хотел попробовать продать этот дом за 4 миллиарда и отсюда можно спокойно предположить что если бы дом не стоял бы на аукционе то этот парень реально бы предложил тому челу продать его за 4 миллиарда и вполне спокойно тот чувак рей спокойно бы его развел на деньги но даже несмотря на то что у него не получилось развести вот этого луи я думаю что вполне стоит его как-то наказать за попытку этого развода поэтому я думаю вы будете со мной согласны если мы забаним этого рэй на 30 дней по причине попытка развода чтобы у него просто в будущем не было желания развести какого-то другого пацана который возможно купится на этот дешевый развод давайте посмотрим если этот рэй вообще в сети сейчас да рэй чадлер 775 он также едет на этом уранусе и в этом скине давайте посмотрим его статистику прежде всего полтора ляма у него есть на аккаунте он предлагал блин пацану продать дом блин за 4 миллиарда я не знаю на что он рассчитывал выдаем ему блокировку аккаунта обычный бан чтобы потом он смог разбанится попытка развода бэм парень улетел чекаем следующую жалобу от карла генуэ глибет кеннон рп развод так рп развод окей шестиминутный фрапс я обожаю эту тему но давайте посмотрим сразу видно что парень ставит условия то есть он шарит как бы в этом всем я тебя кидаю через банк 20 кк ты мне щит розовый печеньку от стек и белый цилиндр а и и маску нифига он блин 20 кк вряд ли такое набор аксессуаров стоит всего 20 кк если как минимум щит стоит уже под тридцатку и если этот парень ответит в итоге да то понятное дело что это так или иначе развод да он согласился пишет плюс красава блин при всем смотрите парень сначала пишет плюс ему этот карл намекает типа да или нет чтобы для фрапса для условий он все равно пишет плюс потом еще плюс в итоге когда карл спрашивает уже просто да или нет он пишет ес капец разводилась серьезно все на одно лицо реально так ну чё этот карл в общем сейчас будет кидать 20 лямов гилберту от этому вот блин он серьезно переводит деньги эти капец и чувак сразу абсолютно сразу прям выходит в афк сейчас он наверное оффница правильно давай офисе карл кстати кидал ему предложение трейда он отказывается этот пацан и ну чё он ушел в афк в принципе это уже такое небольшое нарушение короче реально стандартный развод этот гилберт просто я не знаю отбегает от нашего карла начинает кого-то там тазерить в итоге просто уходит от этого вообще от разговора от всего он стоит в афк и наверное думает что этому карлу просто надоест ждать и в итоге он убежит ну естественно карл блин настырный он стоит ждет правильно 20 лямов он скинул на этом фрапс заканчивается и по сути может показаться что фрапс был обрезан и в итоге там этот гилберт все-таки передал все вот эти вот аксессуары но специально для этого случая у нас есть логи которые нам в итоге все покажут вообще что происходило открываем 29 сентября как раз таки момент развода видим что здесь игрок карл геновый перевел со своего счета этому жилберту гилберту 20 лямов и в конечном итоге мы видим что никаких аксессуаров никто никому не передавал просто через 20 минут этот гилберт уже проигрывает блин их в кости и все вот тут он все это время играет просто в кости и в итоге я думаю просрал все бабосы его нету сейчас на сервере баним его на 2000 дней по причине развод все таки это действительно развод и даже если он не оффался то все равно жб на нон рп разводы и последняя жалоба у нас здесь имеется на форуме степан пишет жалобу на макса но доказательства он прикладывает только ссылка на вконтакте и здесь автор просто ограничил доступ к видео короче опры как таковой нету и на этом все то есть жалоб мы больше никаких не видим все они закрыты ну и сами ребят вы сейчас увидели вообще какие сегодня были у нас жалобы просто два самых типичных разводилы которые будут в сампе до конца его дней наверное потому что ну это просто такие челики у которых не хватает смекалки как-то не знаю по другому разводить что ли один чел у которого нету денег предлагает купить дом за 4 миллиарда а второй просто получает деньги и ну как то не знаю убегает делаем выводы что разводил становится все меньше опять же это очень круто это очень радует что действительно админы работают не зря я думаю что вы хотите третью часть видеть если да то поддержите лайком но честно я не знаю даже когда она сможет выйти потому что вы сами видите разводил становится все меньше жалоб соответственно тоже поэтому ребят я надеюсь на вашу поддержку просто влепите лайк под это видео напишите что вы думаете в комментарии с вами был как всегда данте желаю вам всем ребят удачи скоро встретимся заходите на стримы обязательно всем удачи всем пока пока